Музыка Человек разумный, это способный к обучению и развитию интеллекта живой организма. Толпа же, напротив, это зачастую неуправляемое скопление предрассудков и сводов, никем не обоснованных, передающихся по соседству убеждений, осмелившись переосмыслить, которые ты моментально становишься объектом насмешек и обсуждений за своей спиной. К одному из таких безнадежно устаревших и необоснованных ничем, кроме того, что так просто нужно, относятся убеждения о наличии завтрака. И поговорки типа «Завтрак всему голова», просто озвученное по телевизору мнение человека со сцены конкурса «Мистер Олимпия» или опубликованной статьи в фитнес-журнале о пятиразовом питании чемпионов. К сожалению, при этом упускается одна малая, незначительная поправка на то, что вся фитнес-индустрия построена на приеме запрещенных гормональных препаратов, которые просто-напросто требуют многоразового безжиренного питания от принимающих их атлетов для достижения хоть и кратковременного, но все же впечатляющего результата в наборе объемов мышечной массы и процента подкожного жира. К сожалению, эта самая фитнес-индустрия не имеет ничего общего с здоровьем. И в погоне за идеальными формами под нож идет все. И ради того, чтобы выглядеть, по мнению судей, идеально на сцене, атлеты и участники соревнований пускаются во все тяжкие. И вслед за ними пытаемся следовать мы, обычные люди, улавливая каждое слово и стараясь запомнить все обрывки информации, которые мы пытаемся применить затем на себе в ожидании чудесного результата. Но, к сожалению, кроме повышения массы тела за счет откладывающегося жира, демотивации мы зачастую ничего не получаем. Ведь правила игры для натуральных, не использующих гормоны атлетов и фитнес-энтузиастов абсолютно иные. Вместо того, чтобы вкалывать в себе синтетические гормоны, мы должны стимулировать выработку своих, собственных. Ведь именно на гормонах, таких как тестостерон и самотропин, тот самый гормон роста, строится человеческое здоровье, красота и долголетие. Правила тренировок, питания и отдыха для нас также должны быть написаны людьми, не использующими допинг. Друзья, я предлагаю вам мой опыт. Строительство тела без стероидов, спортивного питания и многоразовых приемов пищи основаны на глубоком понимании процессов обмена веществ в нашем организме. Моя главная цель – это распространение знаний о здоровье, культуре питания и разумные тренировки для каждого. Эти знания я накапливаю и проверяю на практике уже более 15 лет и могу с уверенностью сказать, что с гордостью поделюсь ими со своими детьми. Основные правила тренировок и питания очень просты и интуитивны. Кушай реже, пропускай завтрак и отодвигай обед как можно дольше. Ибо тот самый гормон роста, самототропин, творящий чудеса омоложения и жиросжигания, работает только на фоне полного отсутствия инсулина, который моментально выделяется во время приема пищи и полностью блокирует его работу. И даже наоборот способствует отложению жира, понижению уровня энергии и общей сонливости. Я уже не говорю о списке болезней и расстройств, преждевременных смертей, а сердечно-сосудистых заболеваний при частом питании, насыщенном быстрыми и некачественными углеводами, полуфабрикатами и всем тем, что приносит нам такую неописуемую радость потребления. Конфеты, молочный шоколад, пончики, булочки, хлеб, маффины, все то, что продается, закрытое в банках и упаковках. Заваленные ряды в супермаркетах выбором удобства. Это кем-то уже приготовленное. Это легкий и удобный способ питаться. И, конечно, наши любимые рестораны быстрого питания, в которые стоят огромные очереди на получение комбикорма, который запустит выработку гормонов счастья и радости и сделает человека удовлетворенным на несколько ближайших часов. Я же призываю к образу питания, в основе которого лежит не лишение или насильный отказ от пищи, приносящей радость. Нет, нет. Такие варианты являются заблаговременно провальными, поскольку ни один человек не сможет жить в бесконечном, пожизненном лишении. И рано или поздно он сорвется. А к глубокому пониманию того, что радость от приема пищи и удовольствие можно получать без вреда для здоровья. Мой выбор лежит в сторону продуктов с большим количеством полезных жиров, поскольку именно они позволяют оставаться сытым дольше и играют главную роль в гормонотворной функции человека. Не говоря уже о вкусовых качествах, полезных и насыщенных витаминами и минералами, углеводах, с высоким содержанием клетчатки и полноценным, не синтетическом белке из мяса и рыбы, а не банке с протеином. Все те продукты, которые были в доступе человека в течение всей нашей истории, за исключением последних 200 лет. Мы намеренно избегаем все те блага цивилизаций и продукты расцвета пищевой промышленности, ибо нет в них ничего доброго для нашего тела, кроме удобства потребления и искусственной бури вкуса, что заставляет снова и снова искать этот кайф. Тренировки, тренировки должны проходить как буря и отличаться интенсивностью, с самоотверженной работой с базовыми, тяжелыми, многосуставными упражнениями на результат, не тая сил и эмоций. Кричите, если хочется, станите, если нужно. 20-30 минут 3-4 раза в неделю после хорошей разминки принесут невероятное удовольствие и заставят ваш организм проснуться от спячки, выбросом анаболических гормонов. Не кушайте после тренировки не меньше часа, осмельтесь ослушаться общепринятые запугивания о катаболизме и слушайте свое тело. Это можно назвать периодическим, интервальным или прерывистым голоданием с использованием палеодиеты и элементами высокоинтенсивного тренинга со свободными весами в своей основе. Я же называю это образом моей жизни, где научно обоснованный здравый смысл берет верх над искусственно насажденными нам идеалами красоты и приумножает наше здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok